День Победы и в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? Десять бравых, крепких, молодых, полных веры, радости и света и живых, отчаянно живых, у любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена, а если не женатый, то девчонка лучшая из всех. На восьми фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту десять жизнью. Значит, каждый час уже шестьсот. И вот так четыре горьких года, день за днем невероятный счет, ради нашей чести и свободы все сумел и выстоял народ. Мир пришел, как дождь, как чудеса, яркой синью душу ополя, в вешний вечер, в птичьи голоса, облаков вздымая паруса, как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется каждому, кто молод и горяч, кто б ты ни был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. Да, прекрасно думать о судьбе, очень яркой, честной и красивой. Но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь, кружась меж планов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попусту, зазря, на десятки всяких мелочей, на тряпье, на пустенькие книжки, на раздоры, где неправ никто. На танцульки, выпивки, страстишки, господи, да, мало ли на что. И неплохо б каждому из нас, а ведь есть душа, наверное, в каждом. Вспомнить вдруг о чем-то очень важном. Самым важным может быть сейчас. И сметя все мелкое, пустое, Скинув скуку, черствость или лень, Вспомнить вдруг о том, какой ценою Куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивая круто, Чтоб любить, сражаться и мечтать, Чем была оплачена минута. Каждая при каждой минутах, Смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой ною, Помните о том, что всякий час Вечно смотрят с верой и любовью Вслед нам те, Кто жил во имя нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!